Добрый день дорогие телезрители! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у экранов телевизора. Сегодня в прямом эфире национальной вещательной компании Саха мы начнем буквально через несколько секунд жеребьевку команд по игровым видам спорта восьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия. Тренеры, спортсмены и представители команд уже находятся у экранов, чтобы узнать с кем же им придется сразиться в республиканском финале восьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия. И сегодня мы обязательно узнаем результат в прямом эфире. Внимание к церемонии жеребьевки приковано во все республики. Ведь спортивные игры народов Якутии являются одним из самых масштабных спортивных мероприятий и проводятся всего лишь один раз в четыре года. Уже через несколько дней с 6 по 9 июля состоится республиканский финал в селе Барагонцы у Салданского Улуса, где на спортивных аренах соберутся тысячи сильнейших спортсменов республики, которые сделают все возможное, чтобы достойно представить свою команду. Ну а мы, зрители, станем свидетелями ярких спортивных баталий по 16 видам спорта. И сегодня путь к заветному трофею будет открыт. Ну что ж, давайте посмотрим, как же сегодня сойдутся звезды. На торжественной церемонии жеребьевки принимают участие Николай Гаврилевич Цыпандин. Он является главным судей восьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия. А также Гаврил Викторович Трофимов. Он главный секретарь восьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия. Слово для оглашения регламента проведения жеребьевки предоставляется главному суде Николаю Цыпандину. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы сегодня проводим жеребьевку в финальной части соревнований по игровым видам спорта. В каждом виде спорта отобраны 12 лучших команд республики. Из чемпионатов республики путевку получили шесть первых команд, а также из квалификационных соревнований в финальную часть игр попали по шесть команд. Будем разыгрывать с первого по четвертого места. В каждой группе будут они распределены на первой строчке. Команды, занявшие в чемпионате республики 5-6 место и 1-2 место в квалификационных соревнованиях, они будут разыгрывать вторую строчку в каждой группе. И команды, занявшие с третьего по шестое место в квалификационных соревнованиях, они будут разыгрывать третью строчку в каждой группе. Регламент несложный, да, все будет понятно, ведь у нас будут специальные таблицы, да, которые будут выводиться на экран, и я думаю, дорогие телезрители, вам не составит труда понять все и разобраться, да. Ну и мы начнем жеребьевку команд по баскетболу 3х3 среди женских команд. Для проведения жеребьевки приглашается старший секретарь по баскетболу 3х3 Екатерина Спиранская. Всем добрый день. Здравствуйте. По итогам чемпионата Республики Саха-Якутия команды, занявшие с первого по четвертое место, занимают первые номера в группах. В жеребьевке участвуют команды города Якутска, Мирненского района, Намского улуса, а также Амгинского улуса. Итак, город Якутск. Итак, город Якутск попадает в группу А. Движемся далее. Мирненский район. Б. Попадает в группу Б. Намский улус. Д. Группа Д. И Амгинский улус. С. Отлично. Итак, у нас есть результаты. Есть результаты. Отлично. Все зафиксировано. Внимание на экран. Итак, напоминаем вам о том, что сейчас прошла жеребьевка команд по баскетболу 3 на 3 среди женских команд. Все происходит достаточно просто. Мы распределили команды по группам. И прямо сейчас вы можете увидеть результаты на вашем экране. Есть. Итак, распределились у нас первые команды. Ну а далее мы узнаем, в какую группу попадут команды. Усть-Алданского улуса первая, Сунтарский улус, Хангаласский улус, а также Усть-Алданский улус вторая команда. Начинаем. Усть-Алданский улус первая. А Попадает в группу А. Сунтарский улус. Б Попадает в группу Б. Хангаласский улус. Д Попадает в группу Д. Усть-Алданский улус вторая. С Попадает в группу С. Итак, наши редакторы вносят все данные в таблицы. Мы видим результат вот позади меня на экране. Ну а вы, телезрители, все видите в прямом эфире. Складывается определенная картинка, все становится яснее. Ну и сейчас давайте узнаем, в какую же группу попадут команды. Северо-Восточного федерального университета, Российского студенческого спортивного союза, Мегина-Кангаласского улуса и Вилюйского улуса. Итак, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Северо-Восточного федерального университета, Российский студенческий спортивный союз. Б Группа Б Мегина-Кангаласский улус А Группа А Ивилюйский улус Д Группа Д Итак, мы завершили жеребьевку команд по баскетболу 3 на 3 среди женских команд. Внимание на экран. Общая таблица. Итак, все выглядит примерно так. Мы благодарим Екатерину, да? И Николай, дальнейший какой будет расклад, что нас ждет после той самой жеребьевки? По итогам соревнований в группах, команды, занявшие в группах первые и вторые места, выходят в 1-4 финале соревнований. И команды, занявшие третье место в группах, они будут разыгрывать с 9 по 12 место. И победители 1-4 финала попадут в полуфинал для определения финалистов наших игр. Итак, мы продолжаем. Далее у нас жеребьевка команд по баскетболу 3 на 3, но уже среди мужских команд. По итогам чемпионата Республики Саха-Якутия, команды, занявшие с 1 по 4 места, занимают первые номера в группах. В жеребьевке участвуют команды Усть-Алданского Улуса 1, Намский Улус, Нюрбинский район и Мирненский район. Итак, мы начинаем. Усть-Алданский Улус 1. Усть-Алданский Улус 1. Первая попадает в группу Д. Намский Улус. Б. Группа Б. Нюрбинский район. А. Группа А и Мирненский район. По логике в группу С. Заносим все данные в наши таблицы, чтобы было понятнее. Есть у нас, обратите внимание, вели мы. Далее узнаем, в какую же группу попадут команды Нюрюнгринского района, Хангаласского Улуса, города Якутска и Ленского района. Начинаем. Нюрюнгринский район. С. Группа С. Хангаласский Улус. А. Группа А. Город Якутск. Д. Д. И Ленский район. Группа Б. Итак, внимание на экран. Есть, есть у нас внесены все данные. Движемся далее. И сейчас узнаем, в какую же группу попадут команды Мегина-Кангаласского, Вилюйского Улуса, Северо-Восточного федерального университета, а также Сунтарского Улуса. Начинаем. Мегина-Кангаласский Улус. Попадает в группу С. С. Вилюйский Улус. Д. Попадает в группу Д. Северо-Восточный федеральный университет. Б. Попадает в группу Б. И Сунтарский Улус. А. Итак, есть, завершилась жеребьевка команд по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд. Обратите внимание на экран. Итак, еще раз выражаем благодарность Екатерине. Николай уже рассказал, да что означает, да, результаты этой жеребьевки. Мы, я думаю, здесь пора бы уже завершить. Итак, дорогие телезрители, мы начинаем жеребьевку команд по следующему виду спорта. И это волейбол среди женских команд. Для проведения жеребьевки по волейболу среди женских команд мы приглашаем старшего судью по волейболу Анатолия Чемерзанского. Здравствуйте. Добрый день. Итак, по итогам чемпионата Республики Саха-Якутия команды, занявшие с 1 по 4 места, занимают первые номера в группах. В жеребьевке участвуют команды Северо-Восточного Федерального Университета, Усть-Алданского Улуса 1, Намский Улус и город Якутск. Итак, далее узнаем, в какую же группу попадут команды Амгинского Улуса, Алёкминского района, Черопчинского Улуса и Мегина-Кангаласского Улуса. И мы начинаем. Амгинский Улус. Северо-Восточный. Ой, простите, пожалуйста, Северо-Восточный Федеральный Университет в начале. Б. Итак, попадает в группу Б. Далее, Усть-Алданский Улус 1. Попадает в группу С. Намский Улус. Д. Д. Группа Д. И город Якутск. А. Группа А. Есть результаты в наших таблицах. Далее узнаем, куда же попадут Амгинский, Алёкминский, Чуропчинский и Мегина-Кангаласский Улус. Итак, Амгинский Улус попадает в группу... А. А. Алёкминский район. Д. Группа Д. Чуропчинский Улус. Б. Группа Б. И Мегина-Кангаласский Улус. Ц. Группа Ц. Ну и сейчас следующий этап. Узнаем, в какую же группу попадут команды Татинского, Сунтарского, Хангаласского и Горного Улуса. Мы начинаем. Татинский Улус. А. Группа А. Сунтарский Улус. Ц. Группа Ц. Хангаласский Улус. Б. Б. И Горный Улус. Группа... Д. Группа Д. Итак, вносим данные в нашу общую таблицу. Третья строчка есть. И у нас сложилась общая картина. Мы завершаем жеребьевку команд по волейболу среди женских команд. Все зафиксировано. Ну и переходим теперь к жеребьевке команд по волейболу среди мужских команд. Итак, по итогам чемпионата республики Саха-Якутия команды, занявшие с первого по четвертый места, занимают первые номера в группах. В жеребьевке участвуют команды город Якутск, Намский Улус, Ленский район и Алёкминский район. И мы начинаем. Город Якутск. Город Якутск попадает в группу... Ц. Ц. Намский Улус. Б. Группа Б. Ленский район. Д. Д. И Алёкминский район. Группа А. Первые строчки нашей таблицы заполняются. Мы выводим их на экран. Отлично. Далее узнаем, в какую же группу попадут следующие команды. Это Чуропчинский, Амгинский, Усть-Алданского Улуса первая и Мегина-Кангаласского Улуса. Приступаем. Чуропчинский Улус. Б. Группа Б. Амгинский Улус попадает в группу... Ц. Ц. Усть-Алданский Улус первая попадает в группу... Д. Д. И Мегина-Кангаласский Улус в группу... А. А. Фиксируем результаты второй строчки наших таблиц. И сейчас мы узнаем, в какую же группу попадут следующие команды. Команда Северо-Восточного Федерального Университета. Татинского, Среднеколымского и Горного Улуса. Начинаем. Северо-Восточный Федеральный Университет. Попадает в группу... Д. Д. Татинский Улус. Б. Б. Среднеколымский Улус. А. Группа А. И Горный Улус. Ц. Итак. Мы завершаем жеребьевку команд по волейболу среди мужских команд. Общий результат у нас на экране. Вот так распределились команды по четырем группам. Мы благодарим вас. Спасибо вам большое. И переходим к следующему виду спорта. И это мини-футбол. Для проведения жеребьевки приглашается старший судья по мини-футболу Алексей Адамов. Здравствуйте. По итогам чемпионата Республики Сахай-Куде команды, занявшие с первого по четвертые места, занимают первые номера в группах. В жеребьевке участвуют команды Ленского района, Уссалданского Улуса, Мирненского района и города Якутска. Итак, мы объявляем жеребьевку по мини-футболу. Давайте узнаем, в какую группу попадут команды Ленского района, Уссалданского Улуса, Первая, Мирненский район и город Якутск. Итак, Ленский район. Б. Группа Б. Уссалданский Улус, Первая. Группа С. Группа С. Мирненский район. Попадает в группу? А. Группа А. И город Якутск? Группа Д. Группа Д. Заносим все данные в таблицу. Первые строчки есть у нас. Движемся далее. Сейчас узнаем, в какую группу попадут команды Мегина-Кангаласского Улуса, Северо-Восточного федерального университета, также Алданского района и Горного Улуса. И мы начинаем. Мегина-Кангалаский Улус. Группа С. Группа С. Северо-Восточный федеральный университет. Группа Б. Группа Б. Алданский район. Группа А. Группа А. И Горный Улус. Группа Д. Группа Д. У нас есть следующие результаты, мы заносим их в нашу таблицу. Итак. Внимание на экран. Выдаем. Отлично. Есть у нас вторая строчка. Переходим к завершающему этапу жеребьевки. И сейчас мы узнаем, в какую же группу попадут команды. Среднеколымского Улуса, Уссалданского Улуса вторая, а также Оленекского Улуса и Нюрбинского района. Мы начинаем. Первая. Среднеколымский Улус. Группа Д. Группа Д. Команда Уссалданского Улуса вторая. Попадает в группу? Группа Б. В группу Б. Команда Оленекского Улуса. Попадает в группу? Группа А. В группу А. И команда Нюрбинского района попадает? В группу С. В группу С. Итак, мы завершили жеребьевку команд по мини-футболу. И у нас сложились все группы. И вашему вниманию мы представляем итоги. Итоги жеребьевки. Мы благодарим Алексея. Спасибо большое. И слово вновь предоставляется главному суде восьмых спортивных игр народов республики Сахай-Куте. Уважаемые телезрители, в прямом эфире завершились жеребьевки по игровым видам спорта. Все команды, финалисты узнали свои группы, с кем и в каких днях, какое время будут соревноваться. Уже будет известно в ближайшие дни. И еще раз напоминаю, что команды, занявшие в группах первые и вторые места, они выходят на 1-4 финала соревнований. А команды, которые займут третье место по итогам групповых соревнований, они будут разыгрывать места с 9 по 12. Все, спасибо большое. Вот и завершилась жеребьевка. И сегодня мы узнали, как же распределились команды по группам. Теперь мы знаем, кто и с кем сыграет все матчи спортивных игр. Все внимание отныне будет приковано к спортивным аренам у Селданского Улуса. Мы желаем всем спортсменам удачи, ну а болельщикам и ценителям спорта ярких и красивых матчей. До встречи на восьмых спортивных играх народов Республики Саха, Якутия. Редактор субтитров А.Семкин